Здравствуйте! В этом видео рассмотрим новую возможность переустановки Windows 10 из облака Этот способ будет полезен тем пользователям, которые пока не умеют загружаться с флешки Кроме того, рассмотрим, как сделать это, когда Windows перестал загружаться В описании видео найдете тайм-коды, приступаем! В одном из предыдущих видео мы с вами рассмотрели, как вернуть компьютер или ноутбук с Windows 10 в исходное состояние Такой возврат в исходное состояние можно рассматривать, как аналог чистой установки Windows Для тех, кто не умеет или не хочет, или может быть по каким-то причинам не может в данный момент использовать для установки загрузочные носители Если ваша Windows 10 загружается и у вас открываются параметры, то вы можете сделать такой возврат очень просто В версиях десятки от 2020 года появилась новая возможность возврата, восстановления из облака Что это за версии такие? Строго говоря, сборки Windows 10, 18, 970 и выше имеют эту опцию Но это номер инсайдерской сборки Если у вас обычная общедоступная десятка, то вы сможете использовать облачное восстановление Если у вас Windows 10 20.04 Проверим, какая сборка стоит на этом ноутбуке Для этого нажимаю на кнопке Пуск правую клавишу, выбираю Система Здесь опускаюсь ниже В разделе Характеристики Windows написано, что у меня выпуск Windows 10 Pro, версия 20.04 Сборка 19.041.388 Вот этой версии 20.04 вполне достаточно То есть, если у вас такая версия и старше То вы можете восстановить Windows из облака Чтобы начать восстановление, открываю Параметры Обновление и Безопасность Здесь выбираю Восстановление В разделе Вернуть компьютер в исходное состояние Нажимаю кнопку Начать В открывшемся окне мы можем выбрать из двух вариантов Сохранить мои файлы и удалить все Раз уж я повел речь о чистой установке То начнем со второго пункта Удалить все Нажимаю В следующем окне нам нужно выбрать способ переустановки Windows Как раз здесь появился новый пункт Загрузка из облака Если вы не видите здесь такую кнопку И ваше окно выглядит вот так То смотрите видео, дальше покажу возможные причины этого Нажимаю кнопку Загрузка из облака Открылось окно Дополнительные параметры Здесь видны те параметры, которые выбраны в данный момент Будут удалены приложения и файлы При этом диск не будет очищаться Такая переустановка займет немного времени При этом информация на диске будет просто удалена Такое удаление будет аналогично быстрому форматированию Когда сами файлы не удаляются А только перезаписывается таблица файловой системы Удаление будет сделано только с системного диска с Windows Если сказать точнее, с системного раздела Если ваш диск разделен То вы видите в проводнике раздел с другой буквой Например, у меня это буква D Я на этом разделе храню нужные файлы Этот раздел останется нетронутым Установочный файл Windows будет загружен через интернет из облака Microsoft Ниже нам показывают, сколько трафика на это может быть потрачено Если у вас очень медленный интернет или лимитированный платный трафик Наверное, лучше использовать локальную переустановку Здесь есть кнопка, которая позволяет изменить параметры Нажимаю на нее Первым переключателем очистить данные Мы можем удалить информацию с диска более тщательно Это может занять намного больше времени Этот переключатель стоит включать Если вы, например, продаете компьютер Или отдаёте его кому-то Я отключу его Если вы хотите полностью удалить все файлы Со всех разделов вашего диска То включите вот этот переключатель В этом случае раздел с файлами Который я вам показывал Будет также отформатирован Если у вас на этом разделе есть нужные файлы То, конечно, их нужно скопировать на внешние носители Флешки, внешние жесткие диски Или в ваше собственное облако Если вы подозреваете, что на вашем компьютере есть вирусы Или другие вредоносные программы То включение этого тумблера лишним не будет Я хочу сохранить файлы на диске D Поэтому отключаю этот тумблер И третий переключатель Загрузить в Windows В этом положении, как я уже сказал Установочный файл будет скачан из облака Microsoft Через интернет Если вы согласны с этим выбором параметров Нажимайте кнопку подтвердить Прежде чем сделать это, я скопирую файлы с рабочего стола на диск D Чтобы они не были удалены В данном случае свернуть все окна можно Кликнув в правый нижний угол экрана Я выделяю обе папки, которые есть у меня на рабочем столе Вот так кликаю и протаскиваю Выделение Правая клавиша Копировать Теперь открываю проводник Открою диск D Правая клавиша Вставить Готово Я скопировал все, что необходимо на второй раздел Можно переходить к возврату компьютера в первоначальное состояние Закрываю проводник Итак, нажимаю подтвердить В этом окне нажимаю Далее Эта операция необратима Поэтому еще раз хочу обратить ваше внимание Будут удалены все файлы и учетные записи пользователей на этом компьютере Если кроме вас кто-то еще пользовался этим компьютером То файлы и учетные записи этих других пользователей Также будут удалены Как я уже сказал, если вы включили вот этот тумблер То все файлы будут также удалены из остальных разделов вашего жесткого диска Будут полностью удалены все настройки, которые вы делали на этом компьютере Будут удалены все приложения и программы, которые вы и другие пользователи устанавливали на этот компьютер Установочный файл Windows будет скачан через интернет с серверов Microsoft После чего Windows будет начисто установлен на тот же диск, точнее раздел, на котором он был у вас установлен Общее время установки зависит от многих факторов Скорости вашего интернета Магнитный диск у вас или SSD И от производительности компьютера Компьютер при этом перезагрузится несколько раз Ну и последнее о трафике интернета Также уже говорил Здесь, как видите, нам написали уже меньшее значение Около 3 Гигабайт Я нажимаю Сбросить Возврат в исходное состояние будет происходить в автоматическом режиме Нужно дождаться его окончания После возврата компьютера в исходное состояние требуется создать учетную запись пользователя В этом окне я оставляю Россию Вы выбираете свой регион Здесь раскладку оставляю русскую Добавить раскладку можно позже Нажимаю Пропустить Принимаю лицензионное соглашение Я настраиваю компьютер для личного использования Выбираю верхний вариант Нажимаю Далее Здесь нам предлагают сразу войти с помощью учетной записи Microsoft Если вы хотите это сделать, то вводите логин Нажимаете Далее Далее вводите пароль И компьютер авторизует вас в вашей учетной записи Если вы не хотите входить с учетной записью Microsoft А хотите в данный момент использовать локальную учетную запись То нажимаете вот сюда Автономную учетную запись Microsoft настаивает, чтобы мы вошли с учетной записью в Microsoft Чтобы пройти это окно Нажимаем Ограниченные возможности Здесь нужно придумать имя пользователя То есть название учетной записи Того, кто будет использовать этот компьютер Я введу вот такое имя Нажимаю Далее Пароль можно добавить позже, после окончательной настройки В этом окне, как правило, большинство пользователей Отключают все параметры конфиденциальности Я сделал так же Нажимаю Принять Я на своем компьютере не использую временную ленту Поэтому нажимаю Нет Итак, компьютер успешно возвращен в исходное состояние Давайте откроем свойства системы Правая клавиша Система Здесь видно, что система была переустановлена сегодня Также мы видим версию и номер сборки Теперь можно посмотреть Все ли цело Открываю этот компьютер Новый том D Здесь мои видео И фото Все на месте Кроме того, можно открыть диск C и посмотреть Здесь мы видим папку Windows Old Но если открыть ее, мы видим, что она пуста Мы с вами отказались от сохранения файлов Поэтому компьютер не сохранил никакой информации О его предыдущей операционной системе Внимание! Если вы занимались отключением некоторых параметров конфиденциальности И телеметрии А также блокировали доступ к доминам сбора данных Microsoft С помощью сторонних программ То ваше окно может выглядеть вот так Здесь нет кнопки Загрузка из облака В этом случае есть два способа Сделать сброс к заводским параметрам Использовать локальную переустановку Или вернуть те настройки, которые вы делали с помощью сторонних программ В состояние по умолчанию Вы также можете не увидеть здесь кнопку Загрузить из облака Если отключали службу обновления Windows К примеру, в одном из видео я подробно рассказывал Об использовании Windows 10 Твикер При использовании этого и других твикеров Возможно пропадание кнопки Загрузка из облака Хочу также подчеркнуть, что при возврате компьютера в исходное состояние Все подобные настройки и оптимизации будут также сброшены Если ваш Windows не загрузился То после двух-трех некорректных загрузок Может появиться вот такая надпись Подготовка автоматического восстановления При желании можно попытаться переустановить Windows С использованием этого инструмента Сначала должна запуститься диагностика компьютера Вот как видите у меня запустилась После ее окончания, если загрузка невозможна Должно появиться вот такое окно Автоматическое восстановление Для продолжения нужно нажать Дополнительные параметры При этом открывается вот такое окно Здесь выбираем Поиск и устранение неисправностей А в следующем окне нажимаю на кнопку Вернуть компьютер в исходное состояние Далее мы видим, что процесс возврата похож на тот, что мы делали из-под Windows Только форма и вид кнопок другие В первом случае я удалял все Теперь выберу Сохранить мои файлы Я положил в папку Документы несколько нужных файлов Проверим, как они сохранятся Здесь мне предлагают выбрать учетную запись пользователя Просто кликаю по своей учетной записи Далее нужно ввести пароль При вводе пароля будьте внимательны С большими и маленькими буквами Если они есть в вашем пароле Изменить раскладку клавиатуры Можно нажатием вот на эту ссылку Если ваша учетная запись без пароля То оставляйте поле пустым и нажимайте на кнопку Продолжить У меня пароля не было, я просто нажимаю Продолжить Здесь можно выбрать откуда будет браться установочный файл Windows Загрузка из облака будет вам доступна Если у вас кабельное подключение к интернету Wi-Fi в данном случае использовать не получится Если кабельного подключения нет Можно нажать на кнопку Локальная переустановка У меня подключен кабельный интернет И я нажму верхнюю кнопку Загрузка из облака В этом окне мы видим последнее предупреждение перед началом сброса Я уже подробно обо всем сказал в первом примере этого видео Однако я выбрал Сохранить файлы В этом случае будет сохранена учетная запись пользователя Ее не нужно будет создавать заново Файлы будут сохранены в папку Windows Alt на диске C Нажимаю кнопку Вернуть в исходное состояние Начался процесс загрузки и установки системы Ждем окончания Итак, компьютер успешно возвращен в первоначальное состояние На этот раз с использованием автоматического средства восстановления Windows И с сохранением данных Сразу после переустановки мы видим на рабочем столе вот такой документ Здесь список удаленных приложений В данном случае у меня приложений не было, только у OneDrive Можно посмотреть, все ли на месте На новом томе все как обычно, все в порядке Кроме того, можно открыть локальный диск C На этот раз я выбрал Сохранение личных файлов Давайте откроем папку Windows Alt Внутри есть папка Пользователи Открываю Здесь есть Мой пользователь Открываю его Внутри мы видим папки Библиотек Рабочий стол, Документы Избранное И в папке Документы у меня лежали Вот такие документы Важная переписка Как видим, она также сохранялась Для такой переустановки не нужна флешка или загрузочный DVD Для многих пользователей это может иметь решающее значение Поддержите это видео лайком и комментом И в одном из следующих рассмотрим другие варианты переустановки системы Чтобы не пропустить новое видео, не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик Если это видео было вам полезно, ставьте лайки Делитесь видео с друзьями, спасибо! Я благодарю вас за просмотры, лайки, комментарии Отдельная благодарность тем, кто поддерживает мой канал И подписывается на дополнительный канал Хочу отдельно произнести имена тех, кто оказывает поддержку каналу Сергей Дмитриевич Н, Александр Александрович Ж, Владимир Витальевич Я, Александр Геннадий Владимирович, Татьяна М, Марина Сергеевна, Владимир Фатеев И еще несколько донейтов было с кошельков без подписи Подписывайтесь, пожалуйста Можно просто имя, чтобы я мог поблагодарить вас Всем огромное спасибо Ваша помощь помогает меньше отвлекаться от процесса создания видео Всем зрителям канала желаю здоровья Меня зовут Евгений Юртаев До встречи!